Прошу, Нарт из Абхазии. Начинаем разминку. Скажите, а можно ли за 30 секунд придумать что-то мудрое и вечное? Быстренько Питер придумал мудрое и вечное. Сейчас поделятся. Повторяйте, Мур, вопрос. Скажите, можно ли за 30 секунд придумать что-то мудрое и вечное? Да, я, например, так и получился. Можно ли за 30 секунд придумать что-то мудрое и вечное? Можно. Гусман и Масляков. Ничего, Юля, что рядом с тобой меня помянули. Дальше. Татары, вам слово. Правда ли, что значимое не забывается? Как-то они сегодня все как-то философски поначалу, да? Мы всегда так жили. С философами. Извините, я так глобально не хотел вас обидеть. Повторяйте. Правда ли, что значимое не забывается? На тысячелетие Казани было больше потрачено, чем за тысячу лет. Правда, не скрываем? Хорошо, свой вариант. Правда ли, что значимое не забывается? Естественно, правда. Потому что после прошлой игры, где мы целовались с Гусманом, мне пришло очень много писем, в которых он просит, чтобы я поцеловала его еще раз. Но Ермольник сказал, что денег больше нет. А на что Панин ответил, зато я готов отдать за это любые деньги. Юрий Саламанович, милый. Мне так жаль, что этот богач стал между нами. Не все члены жюри еще обцелованы командой «Четыре татарина». Пожалуйста, целовать никого не буду. Жюри облегченно вздохнуло. Давай по делу. Не факт. Начались съемки русской версии сериала «Шахерезада». Тысячу и одну ночь Шахерезада рассказывает сказки своему повелителю. Мол, устала, мол, голова болит. Вопрос. Вопрос. Вы будете это смотреть? Я бы посмотрела, но я устала, у меня голова болит. Вы будете это смотреть? Нет, у нас такой сериал называется «Еще одна ночь и домой пойдешь». Интересно про вас самих узнать. Да, вы будете это смотреть? Поздравляем российских зрителей. В нашей стране слово «сериал» постепенно становится глаголом. Идем дальше, прошу. В маленькой стране все рядом. Хорошо ли это? Повторяй. В маленькой стране все рядом. Хорошо ли это? Как же так? Не может быть. Промежуток должен быть. Дальше. Прошу. Правда ли, что все необязательно и очевидно? Не знаю, у нас после очевидного обязательно жениться надо. Еще раз. Правда ли, правда ли, что все необязательно и очевидно? Вот нам, например, отвечать на этот вопрос нужно смешно? Очевидно? Очевидно. Но не обязательно. Мило, но неправильно. Правда ли, что все необязательно и очевидно? Да. Совершенно очевидно, что необязательно рекламировать КВН. Потому что это выглядело бы так. Привет, девушки, болельщики. Сегодня предстоит очень сложная игра. Нужно поймать свою удачу. Вы только посмотрите, кто сегодня в жюри. Юлий Соломонович, Леонид Ермольник, Панин. И не нужно думать, кто сегодня выиграет. Абхазы, Питер или четыре татарина. Ведь мы знаем, что все зависит от нас. Последний питерский вопросик. Цыганская республика решила попасть в рай, минуя Евросоюз. По-вашему, это нормально? Абхазы, Питер! Так, как бы сразу начнем со своей версии. Или я даже вопрос могу не задавать? Хорошо. А что ж, такого еще не было? Почему бы нет? Цыганская республика решила попасть в рай. Все-таки адресуй Тимуру это все. Давай. Цыганская республика решила попасть в рай, минуя Евросоюз. По-вашему, это нормально? Мне все равно, лишь бы не воровали. Так, теперь свое искрометное. Эстонцы пошли еще дальше. Чтобы не отставать от политической жизни Европы, эстонское правительство поспешило вступить в Антанту. Так, я хочу как бы, я хочу попросить членов зюри, вот, кому я сейчас обращусь, не усложнять вопросы, да, потому что мы уже начали, бог знает чем, и закончили уже Антантой. Поэтому, как бы, что-нибудь... Ну, вот, Андрей Панин, вы как бы у нас еще, как член зюри, не задавали вопрос. Пожалуйста, Андрей. Спасибо. Просто мне хотелось бы думать о том, что... Что же я делал раньше, на самом деле, когда я не играл в КВН? Это вопрос, да, Андрей? Уже да. Я не знаю, как поняли, так и отвечаете. Это КВН. Извините, Андрей, а вы и сейчас не играете? Так, Макаревич вопрос задает. Вопрос музыкальный. Да. Может ли струна на гитаре лопнуть от смеха? Может ли струна на гитаре лопнуть от смеха? Может. А зачем вы смеетесь в гитару? Конца динарс. Вопрос. В чем разница между разминкой и оценкой? Повторяй. Разминка хорошая, оценка плохая. Ответ неправильный. В чем разница между оценкой и разминкой? Оценки смешнее. Спасибо, команды. Спасибо, уважаемые члены жюри. Нежданно-негадная разминка закончилась. Шесть баллов максимум. Шесть баллов максимум. Конкурс. Разминка. Оценки. Как вот стояли команды? Нарты из Абхазии. Четыре-четыре-четыре-три-пять-четыре. Разминка. Четыре татарина. Пять-четыре-четыре-три-пять-пять. Разминка. Питер. Шесть, шесть, пять, пять, четыре-пять-пять.